QMS. Нет, надо историю с другого конца начать. 15 лет назад вы в день сколько раз загружаете какой-нибудь слой с какого-нибудь диска. Ну вы работаете своими. Зависит от дня. От дня? Вот такой плохой день, или наоборот хороший. Ну хорошо, хорошо, по-другому. Вы согласны с тем, что это такая занудная операция, которая как бы если ты часто там разно собираешь проекты, там занимаешься разными там задачами, это как бы, ну она такая, ну ну если это часто приходится делать, периодически, да? Вот, и надо типа запоминать, где что лежит, какая у тебя структура, а если ты еще и этот, ну такой человек как бы другой, да, организованный по-особому, да, то надо искать, 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 да? Есть такая как бы боль. Есть такая боль? Или нет? У тебя есть? У тебя есть? А? Теотически. Хорошо. У тебя есть проблемы с базу данных. Что-что? О, базу данных, прекрасно, а что базу данных? Как тут базу данных тебя спасет? Ну как, ну загрузил это все в базу данных, точно так же не знаешь, где у тебя в какой таблице что лежит? Нет? Ну в смысле, там какие-то, такие криптические имена задал, что, знаешь, вспоминаешь, что у тебя таблица называется OSM, и что там? Какой раздел OSM у тебя там находится? Ну, в смысле того, что, не знаю, мне кажется, базу данных не очень как бы спасает. Есть модель базы данных. Что? Нет, ну как бы, мы же, ну я еще раз про такую ситуацию, когда, ну не знаю, вот как студенты, может вам просто еще, вы еще не доросли до этого, вот, ну вы скоро дорастете, там, к вам там 35 человек с разных сторон приходят, да, и каждому нужно немножко свое, как бы, и никакой модель базы, никакой моделью, как бы, свою жизнь вы не опишите, да, но какие-то вещи, как бы, регулярно приходится там, ну дергать, что называется, и теоретически вы все это забываете, теоретически там вспоминаете, в общем, возвращаясь все время, ну, к одному вопросу, да, ну где взять данных? Данных. Не в смысле того, что вообще для этого проекта, а, ну вот там где-то я заныкал какой-то слой, и так далее. Это первая такая боль. Вторая боль. А, вот вы сидите в своем кудисе, аргисе, не сидите, один всего сидит. Пока еще сидите. А у вас, у вас предстоит, да? Или вы как-то игнорируете его четко? Десктопные кудисы. Ну или в какой-нибудь там программе сидите, и вам нужна вторая боль. Какая вторая боль? А, ну, чего-нибудь, хорошо, вы знаете, где это лежит, но вам надо это, ну, подключить, да? Ну, как это включить? Слой тут, там, показать. Ну, не важно, там, какая-то веб-система у вас, или мобильное какое-нибудь устройство, или настольное, вам надо это отобразить, да? И тоже начинается, там, я, там, ВМС, как бы сейчас я подключусь, там, загружу, включу, переключу, вот, там, или, там, я пойду в папку, там, я знаю, где папка, он мне все равно, там, шелк-шелк-шелк, да? Ну, как бы, я, там, мы этим лет 20-15 позанимались, и, как бы, подумали, баста, надоело. Делать теперь будем по-другому, по-новому. Я понимаю, что это может быть выше все крыши пока, ну, вы так, намотайте на ус, может, в будущем пригодится. А, по-другому, ну, еще немножко истории. Значит, еще одна такая тема, это картографические подложки, да? И их, как бы, сейчас развелось миллион, да, разное. Вот, и представляете, как бы, в мире, там, не знаю, кугиса, вот, раньше, для того, чтобы подключить подложку, надо было вставить такой аккуратно оформленный XML-файл, там, из 30 строк, в котором, там, разные параметры надо, там, тщательно прописать, да? Ну, или, там, были, там, кое-какие модули, которые позволяли, там, чуть побыстрее, но, тоже, такой, доступ к очень ограниченному количеству, там, и так далее, то есть, неудобно. Вот, поэтому, так, появился, собственно, QMS. Как появился? QMS, это, что, это, Quick Map Services, да, ну, сокращенно, QMS. Ну, вот, вы работаете в GIS, и у вас, там, периодически, возникает необходимость какой-нибудь, какую-нибудь, там, подложечку включить для начала работы. Ну, обычно, есть какая-то любимая, там, да, ну, мало ли, там, разные работы, разные подложки. Вот. Сейчас этот модуль просто включу. Вот, и раньше, там, QMS, он, в основном, как бы, его такая, главная фича была в том, что это такой каталог, каталог подложек, да, который вы можете быстро взять, там, чего-нибудь такое, эдакое, осм cycle map и там загрузили посмотрели подобрали себе там для какой проекта да такой такую сякую подложку и все ништяк вот захотели там пока туда же раз и ничего не показалось потому что раз и все показалось ну вот ну тоже это хорош тема вот эту штуку там скачала 130 тысяч человек вот по всему миру это глобальная такая штука вот и вот они там набирали эти подложки там собирали через гитхаб там комитить надо было там по реквесты все тоже довольно скучно для обычных людей у нас с вами вот и хочет все больше на дерево но как бы как бы вы не старались все равно все ваши данные всю вашу структуру как бы данных до этом не важно подложку удалось между но вы дерево не уложите это как попытка все файлы файлы как бы свои там структурировать четко да есть такой визор человек у вас там все время никакая больше вы не можете один файл там не знаю две попки положить но надо ссылки создавать это типа неудобно ну вот поэтому следующий такой этап это плевать революции это хочу как в гугле вот хочу как гугли я знаю что мне нужна такая подложка да там маку раз загрузили круто ну подключали то вот раз загрузил мак ничего себе думаю а чё еще есть у нас нет яндексу нет хочу не только мапник данный мапник раз вторая подложка чё я ничего с ним я буду делать хочу границы понимаете ли российской федерации субъекта федерации не знаю зачем ну там какой проект мне там не знаю час какие карты делать там статистики немножко подождет шлюп и ничего себе границы подключились и так далее да то есть это можно там развить до каких-то других вещей более там существенных там остановки автобусов в москве чё себе и так далее да ну то есть QMS это такой способ как бы идея в том что быстрый как бы доступ к вашим данным вот устроено это все очень ну довольно просто есть некая база данных та самая да без особой структуры вот есть так называемый сервис все эти данные как бы все эти там подложки какие-то геоджейсоны которые где-то лежат все является сервисом да так ну понимание как бы кого-то кого понимание программистов вот сервис потому что это где-то лежит на каком-то сервере и это можно куда-то подключить с этой сервера вот вы можете сами быть владельцем там это сервис сервера вы можете там какой-то про системы управлять которые там может генерировать какие-нибудь сервисы там с фс сервер или еще что есть сервер что угодно так иначе есть некая какой-то который мы можем взять и подключить вот вы думаете мест просто берет и позволяет там любому человеку сказать я хочу добавить сервис выбрать из типов сервиса ну пока там четыре дата мс все знают эти аббревиатуры все уже изучили нет еще нет но не важно вы с ними сталкиваетесь вот и там заполнить простенькую форму самую главность который это ну собственно ссылка на ваши данные то есть где они не ваши данные вообще данных где они лежат да ну там дай вам задачу там не знаю ваш преподаватели наковыряем по москве пошли вы на портал открытых данных москвы там куча данных забота о животных как мощная а до праздник загружался все остальное в это время не показывается неважно короче говоря принцип тот же как бы есть некий сервис ваш не ваш не важно который эти данные представляет берете загружайте регистрируете этот сервис кивес да и он вас магическим способом появляется вашим приложением это не обязательно должно быть десктопное приложение диск как пример да это может быть там аргиз сейчас я для одного использующего аргиз предмонстрирую как как я буду показывать аргиз подмонту вопрос интрига да ну я вот так по простому никто не успел понять да неважно а тоже берем и у меня не работает что-то у меня глики нет могу плохего секунду дубль два сейчас хорошо раз вот технический молодец сейчас подскажешь ну вот работает не работает непонятно что-то как-то я тоже не понимаю честно говоря зачем аргиз люди все спрашивают а то же самое можно делать в аргизе ну я мы долго как бы мучились и сделали для аргиза у короче почему-то надо на другом экране не показывается вот это чудо техники нереально не передаются щелчки мыши если я смотрю на своем то все нормально класс вот такой аргиз добро пожаловать не используйте тема там но точно такая же да что она это же база сервисов вот и клиенты для не разное то что мы в определенный момент замучились ждать пока другие люди что-то реализуют начали сами клиенты для этого сервиса реализовывать вот сейчас делали для аргиза делали там для мобильных наших всяких приложений и так далее если у вмс несколько слоев а вообще это хороший вопрос потому что в эту базу ну как бы вводить данные многослойные довольно довольно бессмысленно вот по хорошему каждый сервис должен иметь каждый слой потому что один сервис один слой потому что дальше ты как бы собираешь уже результат там где тебе надо вот если же тебе нужно ну если как есть хочет до клиента донести уже какой-то адренбурную картинку чтобы там было несколько слоев из этого вмс то наверное лучше подготовить ее как бы неким единым там стеком тайлом ну тайлами или еще чем-то просто иначе это будет не очень эффективно вот поэтому мы считаем на данный момент что люди должны заносить вмс и но если они хотят как бы вот быстрый доступ к этим своим вмс опять же получить из разного софта то они должны каждый из этих слоев вмс занести то что касается других сервис которые позволяют патчками данных вот понятно ну вот и ничего не мешает то же самое делать в вебе да то есть точно также потреблять как бы собственно эти ресурсы в вебе у нас есть такая своя система очень крутая называется веб ну вот и там это делается довольно просто вы создаете там допустим какую-то веб карту то есть тест создать смотрим что за карта тут какая-то дефолтная подложка говорите не хочу дефолтную подложку хочу создать новую подложку допустим тут опять включается допустим какой-нибудь там спутник здесь вот начинает работа уже кем с который тоже выступает в роли такого репозитория до автоматически все включать опять же не в том что не надо запоминать там ссылки на сервисы и выяснять какие-то их там параметры все это автоматически подхватывается из базы но если вы какой-то свой свой сверх сервис который там не надо тоже будет работать просто галочку снимаем мы там вводим нужные настройки вот создали ой а почему не создали а извините я уже раз создал поэтому мне такой красавчик создается вот так да не говорим вот наша карта тест подложку создать создали на на карте и положить ну как бы добавить у нас такая система ресурсная и ее можно раз добавили возьмем там какие-нибудь какой-нибудь спутник включен включен сохранить открыть ну или просто обновить можно было ту карту раз не спутник или там говорим ладно пусть не гладно давай ланса добавим еще добавил и какой-нибудь что это не ворованное допустим если сохраняем они уже до этого были созданы добавлен поэтому не создавать чтобы время терять раз и вот у нас здесь и так далее идея понятна в принципе все у меня давайте давайте вопросы не стесняйтесь а да 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 ты сможешь играть 37 я сейчас не знаю но точно но по-моему можно в любое системе каратес она у тебя объявлено правильно то может любой он там дальше дальше уже понимаешь это не забота сервиса нашу не кмс забота 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 конечного клиента а наша нашу кмс просто скучной картинки не стал показывать что кмс это просто такой слой как бы доступности между клиентами разным софтом и и сервису поставщиками данных вот это красавцы выходим середину и говорим все ходят через настей вот почему люди хотят это делать ну чего не пользуются 130 тысяч потому что они не хотят как бы запоминать все эти детали они хотят моментально иметь доступ моментально к своим данным они хотят чтобы я ему писал где мне данные по границам субъектов российской федерации ну пойди там знаешь такой сайт ты там пойдешь там список статей там пустые погуглишь и там значит 30 значит товарищей сгислава 10 лет назад значит решили все границы цифровать и вот теперь там может скачать и все зашибись потом загрузишь и там проекция такая она знаешь там такая тебе надо там перепроецировать ну это это косяк так никто не хочет работать вот а как хотят работать хотят русской по 1 и бери там regions of russia ну или там когда подключим переводы будет там что-нибудь типа там субъект российской федерации уровень 2 на административное деление и шлеп и у тебя данные вот